Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Я приветствую вас на своем канале. Ну что ж, в этом видео я расскажу вам о своем прекрасном и насыщенном и очень интересном дне. Я уже потеряла счет, какой день мы в карантине, потому что мы уже можем выходить на какие-нибудь полтора месяца. Но это на самом деле не важно. Мы сидим дома, нам повезло, потому что достаточно тепло, дети раздеты, и это уже облегчает твой материнский быт. Я могла бы вам сказать, что каждое свое утро я начинаю с чашечки кофе, потом выхожу на пробежку, делаю свою зарядочку, но это неправда. Я покажу вам кадры, которые я делала для своего недавнего видео, и больше на пробежку зарядку я не выходила. Я очень лениво, спорт не очень люблю, практикую его примерно 4 раза в неделю с большим-большим трудом. С утра, по крайней мере сегодня, я уже готовлю обед, сегодня будет рыба. Сегодня рыбный день, мы купили рыбу в супермаркете, но скоро у нас рынки откроются, моя жизнь станет очень насыщенной, я буду ездить на рынок и рыбку готовить каждую неделю. Вот такой лайфхак, чтобы помыть картофель в пакете, это можно делать, и раковина чистая, это на самом деле очень-очень удобно, экономит воду. Если пакет не порвется, можно потом воду в растение вылить. На самом деле, мои дети стали есть запеченные яблоки, они долго не хотели принимать идею печеных яблок на завтрак, но тем не менее, в итоге им понравилось, теперь я выпекаю часто яблоки. А это пицца, не удивляйтесь, дорогие зрительницы, это пицца, в общем-то, вбиваем вилочкой томатный соус, другого у меня ничего не было, и получилась такая прекрасная пицца. Все отправляю в духовку, у меня и обед, и завтрак, да, можно сказать, и ужин будет готов. Дети мои понравились играть вместе с папой в гольф на ближайшей поляне, которая, к тому же, не стрижется, но нам повезло, вот недавно совсем подстригли траву, на самом деле, это никакой не газон, и, безусловно, он не предназначен для гольфа, но дети как-то играют, и им нравится. Я же в это время дома занимаюсь своими обычными делами, немножечко стирки, немножечко уборки, немножечко всего. Вот мой муж помог повесить мне белье, я думаю, что я вовремя заметила, иначе бы все вытянулось. Здесь, кстати, его свитер, его свитер, кстати, я потом ему сказала, что так не стоит вешать, но он все равно перевесил по-своему. Вот так дружно наши свитера лежат, держатся за руки, а пятно не отстиралось, на самом деле, на этой куртке, это куртка Макс Мара. Однажды я вышла в ней погулять вместе с Габрюшечкой, еще с тех пор вот пятно, даже не представляю, от чего оно образовалось. А потом я тряпочки решила порезать, многие узнают штанины, это джинсы, которые я обрезаю, свои, либо детские. И решила я наделать себе много одноразовых тряпочек, так называемая концепция узай джетта, то есть используй и выбрасывай. Такие тряпочки мне всегда нужны на кухне, я протираю ими ткань достаточно плотная, джинсы, очень удобно протирать ими раковину, например. Вообще такие тряпочки всегда нужны. Вот показываю вам дырочку на коленях, мои детки сносили брючки, у них получились новые шортики, а это Бербери, решила Бербери порезать на тряпочки. Кстати, эти тряпочки пойдут мне для снятия макияжа, я вам искренне рекомендую нарезать себе одноразовых тряпочек из мягкого застиранного текстиля, потому что макияж снимается очень-очень хорошо. Здесь я решила себе наносник вырезать а-ля Бербери от Бербери, чтобы нос у меня не подгорало. То многие меня спрашивают, Яна, что с вашим носом, что с вашим носом, все в порядке с носом, тряпочкой от Бербери закрыла. Сегодня рынок у нас и у нас вообще сегодня насыщенная такая жизнь, интересно, но я на рынок не пошла, хотя хотела, потому что с утра сходил мой муж, и я решила потом за цветочками сбегать, но увидела, что сегодня нет фургона с цветами, это меня очень расстроило. Сегодня я хотела заниматься цветами, я хотела высадить цветы новые на балкон, но придется ехать. Посмотрите, кстати, какое оживленное движение на улице. И решила я заняться цветами, которые у меня уже есть, которые на самом деле сегодня бы, наверное, и выбросила. Посмотрите, в каком они плачевном состоянии это получилось, потому что я разрешила деткам полить цветы, и не учла, что полить цветы они захотели в полдень. И цветы просто-напросто, потом капли воды, которые остались, и цветы просто-напросто как под увеличительным стеклом сгорели. Мне пришлось практически все это срезать, отрезать, и надеюсь, что цветы снова зацветут, это примулы, они достаточно живучи. Видите, я не просто хороший кулинар, я еще и хороший садовник. Помните мое пальто с прошлого года? Я показывала, что вот такой брак на ткани. И будьте внимательны с пальто Максмара, вот такими бесподкладочными пальто. Они очень часто, именно у Максмара, страдают вот таким дефектом. Кто-то мне писал, что это моль, это совершенно не моль, на новейших с этикетками вещами, которые еще висят в магазине Максмара, я видела подобный дефект. Будьте очень аккуратны, осматривайте ваше пальто, в особенности, если вы приезжаете, либо скоро приедете в Италию, решите совершить шоппинг. Прямо-таки в магазине, осмотрите внимательно. Когда придете, тоже осмотрите внимательно. Я рассказывала, как нам кладут не то, что мы меряем, рассчитывая, что мы туристы, уедем и не вернемся в магазин с какими-то претензиями. У меня тоже было где-то видео на канале. А из этого пальто я решила сделать жилет, но поняла, что рукава на подкладе жилет у меня не получится. Я решила его укоротить. И видите, я не буду, что и лукаво. У меня не было линейки. Я решила белым листом отрезать ровную длину. Отрезала и отнесу в ателье. Мне либо подошьют, либо я сделаю оторочку мехом. У меня мечта иметь отороченное мехом пальто. И, возможно, скоро эта мечта исполнится. Потом я немножечко снимаю, снимаю, снимаю. Еще раз снимаю. Кстати, в этот раз героем станет. Да, несмотря на то, что доход падает. Точнее, просмотры растут. Доход падает. Подписчики приписываются. У меня образовался какой-то пик приписок недавно. Но доход на самом деле падает у всех в этом мире здесь и сейчас. Все-таки я продолжаю снимать свои видосики, как многие мне пишут. Примерку делаю. И знаете, что я примеряю в этот раз? Я ботинки такие мотоциклетные примеряю. Часто о них спрашивают. У меня нет на шнуровке, но у меня есть вот такие. В общем-то, вполне себе мотоциклетный вариант. Очень неудобные в носке. Но мне, кстати, эта примерка... Я без энтузиазма подходила к примерке. Вот платьица многие вспомнят, которые я спрашивала у мужа разрешение покупать. Total вот такой лук. Total кожаный лук. Я подсмотрела на одной итальянке. Я бы никогда не надела кожаную куртку, плюс кожаное платье, плюс кожаную обувь. Да еще все в черном цвете. Да еще все не в замши, а в блестящей коже. Точнее, ну да, получается, в блестящей коже. Вот кто-то уже очень сильно устал. Кстати, первый раз Данечка засыпает у нас днем. Вот таким образом самостоятельно лег и уснул. Мы не слышим наше дитя, не слышим. Оказывается, тихо лежит на диване и спит. И, в общем-то, ну, редко такое случается. Первый раз, повторюсь, устал. На самом деле, мы все устаем к полудню, точнее, после обеда. Уже прямо-таки всем хочется прилечь. Такое ощущение, что мы уже долго-долго наш день как начался. А вот я освоила две новые вещи. Первое, я научилась снимать с экрана. Для меня раньше было просто подобно полету на Луну. Понять и догадаться, как же некоторые блогеры снимают с экрана, еще и себя вставляют кусочком. Теперь я научилась это делать. И я готовлю новый формат, новое видео. Есть сайт, вы его видите, zalando.it. Кто живет в Европе, его прекрасно знает. Очень хороший сайт, надежный в плане возвратов. Это, повторюсь, я уже видео записала. Это не реклама просто на этом сайте. Такие же покупательницы, как вы, как я, могут выкладывать свои луки в одежде, которая приобретена на этом сайте. Условия, чтобы вся одежда была приобретена на этом сайте. Условия, чтобы она вся была приобретена за свой счет. И вот многие девушки, покупательницы, выкладывают свои фотографии. И мне пришла идея эти фотографии с вами рассмотреть и разобрать, как же построены те или иные удачные луки. Эти фотографии привлекли мое внимание, но я думаю, что это политика сайта. Эти фотографии не обработаны фильтрами и они без фотошопа. То есть просто кто-то фотографирует, ну на самом деле это легко сделать, ты даже сама себя можешь сделать. И вот такие реальные действительно фотографии девушек не в движении, не в прыжке, не с ветром в лицо, как это часто мы видим в инстаграме. То есть на самом деле фотографии, как если бы реального человека фотографировал другой реальный человек. Я хочу снять скоро видео про свои картины, как я научилась видеть кадр, видеть других людей именно через камеру, в том числе это будет касаться моих картин, что конкретно я рисую, я вам покажу. И могу сказать, что я вообще больше не вдохновляюсь ни пинтерестом, ни инстаграмом, потому что я поняла, что там очень много постановочных фотографий. Одежда смотрится очень хорошо, даже если мы не берем фотошоп и фильтры, просто за счет того, что это одежда в движении. Поэтому в общем-то пока мы на карантине, я покажу вам очень много хорошо и классно одетых девчонок. И кстати есть, ну в основном конечно это молодые девушки, но есть и другая возрастная категория, чуть постарше. И могу сказать, что преимущество такого формата будет в том, что мы с вами посмотрим и увидим, что да, даже недорогая одежда действительно может выглядеть очень классно и ты сама в ней можешь выглядеть очень стильно. Поэтому скоро я разноображу свой формат своими личными примерками, точнее свои личные примерки. Я разноображу, смогу разнообразить точнее, да, смогу разнообразить образами других модниц, которые очень хорошо одеваются, очень классно выглядят. Ну что ж, дорогие зрительницы, вот такой мой день. Это примерно уже вечер съемки снимаю. Я, как правило, вечером, точнее после обеда. Ну и в общем-то потом уже жду не дождусь, чтобы пойти, пойти и отдохнуть. Потому что, ну на самом деле, вот это маята, это какое-то безделье, это какое-то на самом деле подвешенное состояние. От него бывает к вечеру действительно устаешь. Всем желаю хорошего настроения, хорошего дня. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.